Век нынешний, высоко цивилизованный и урбанизированный, до предела наполнен грома кипящим гулом, где много бешеных ритмов, но мало напевной музыки, ласкающий слух, утешающий душ. Тишины хочу, тишины, нервы, что ли, обожженные, устало выдохнул поэт, наш современный. Мы все заложники безудержной ритмовой ярости, наполнившей все пространство бытования, где почти заглушены тихие колыбельные песни. Колыбельные песни интересны во всех отношениях, и в отношении напева, потому что вот эта убаюкающая формула, повторяющаяся, она, между прочим, не квадратная. Это сейчас мы привыкли. Баю-баю-баю-баю, не ложись ты на край, придет серенький волчок, там хватит за бочок. Как мы все это... На самом деле она чаще всего была не квадратная. Должен был быть еще один мах люльки, который идет на паузу. Оно не совпадает, оно неровно качается. Люльки ведь как подвешивали? Либо на крюк в потолке, либо делали их на пружинах, которые снизу люльку держали, и вот эта люлька, она вот так ходила. Так вот, ровности не было ни там, ни там, когда качали. И песни по этому тоже. Монотонность была, но не маршеобразная. Слова колыбельных песен? Ну, безусловно, это и заговор, и молитва, и заклинания. Здесь все в одну кучку. Потому что... О чем поют колыбельных? Ну, успокаивают спи. О семье поют? Поют. Что придет папка, принесет рыбки, значит, сварит там супчик, уху, там, тебя накормят. А вот этот вот не работал, ему ничего не дадут. Значит, о семье, об взаимоотношениях в семье. О будущем. Кем он станет? Уж ты вырастешь большой, да тебе спать-то не дадут. Бай, бай, баю, бай. Тебе спать-то не дадут, А на роботку поведут. Лю-лю-лю-лю-лю. На роботку поведут, А в руки косу подадут. Бай, баюшки, побай. Еще, что очень важно. Кто качал? Матери было некогда качать. Либо качала бабушка, либо качала старшая сестра. И вот самые младшие, значит, самые старшие. И каждый пел о своем. О чем могла маленькая девочка петь? Ну, наверное, о том, что, в общем-то, не так уж просто это и дается. И хотелось наверняка ей побежать на улицу, погулять, поиграть, поскакать, попрыгать, посчитать. Нет, она должна качать. Это ее работа. Она должна баюкать. О чем поет старшая? Старшие поют о том, что уже знают. У них жизненный опыт огромный. Они представляют, что может быть, как может пойти жизнь дальше у этого человечка. А человечек постепенно через напев, пускай монотонный, пускай спокойненький, потом через слово, потому что все равно словесные образы, они возникали в сознании у детишек. Вот постепенно они входили в этот мир. Единственный человек на земле имеет творческое слово. Ни одно наше разумное решение не переходит в дело, пока не выразится словами. Слово нищего доводит до стыда богача. Слово врача вливает силы в больного. Слово матери осушает слезы на глазах расплакавшегося ребенка. Значит, и уму нашему понятно, что слово – начало всего в человеческой жизни. что посредством слова среди людей ничего не начало быть из того, что начало быть. Потому, пока дитя не сговорит, оно лишь облик и подобие человека. И это знает каждая мать. С вечера до свету Отныне и до веку Господи, помоги! Господи, сбереги! Господи, пошли здоровья! Ну, а теперь спи! Я буду поколыхивать, а ты, мальчик, будешь подремыхивать. Ты будешь глазки закрывать, а я запивать. Баю-баюшки, побай, да спи, Ванюша, ангелок, бай-бай-баю-бай. Спи, Ванюша, ангелок, да заусни на весь денек, лю-люшеньки, лю-лю. Колыбельные песни – это отражение крестьянского мира, это они, матери-крестьянки, бабушки-нянюшки, выходцы из подлинной языковой среды, умели слагать так незамутненно и разнообразно мир крестьянской общины, семьи и хозяйства, работы и досугов, ремесла и художеств, нравственных устоев жизни. Вообще, мне кажется, что колыбельные песни, они, в общем-то, воспитывали детей. Воспитывали и в добре, и в предстоящих, так сказать, трудностях, которые наверняка будут. Спитко, ты посол, куды пошлем, туды пошел, баю-бай. Уж ты скоро подрастешь, да на роботочку пойдешь, баю-бай. Ты удайся в того, кто работает добро, баю-бай. Ты удайся еще в тех, кто в природе лучше всех, баю-бай. Уж ты спи, дитя подоле, накопи ума поболе, баю-бай. Ты разума-ума, так полна буйна, голова баю-бай. А вот занятие вообще, изучение народной культуры в России, оно прошло все-таки путь, ну, 200 лет. Огромная роль Александра Сергеевича Пушкина, потому что он, собственно, одним из первых стал записывать народные песни и духовные стихи. И был одним из авторов известной прокламации, которая была посвящена необходимости фиксации записи произведения народного творчества. Он отдал Киреевскому, Петру Васильевичу Киреевскому, свои записи, которые делал Псковской губернии и потом Нижегородской. И, как вы помните, уже у него прекрасная же фраза в одном из песен была, что среди тех песен, которые я передал Киреевскому, есть одна мною сочиненная. Не узнаешь ли ты какая? Вы знаете, до сих пор никто не знает, что это за песня. Угадать невозможно. Известно, как основательно и широко, высоко поэтично присутствует в творчестве великого поэта народное начало. Поэтому Пушкин, по словам Гоголя, явление чрезвычайное и, может быть, единственное явление русского духа. Святую любовь пушкинской натуры к народной словесности, к родным напевам, сказкам и преданиям, к родному быту объяснить нетрудно. Каждый знает. Следует лишь назвать имя великой крестьянки, няни поэта, Арины Родионовны Яковлевой. Ты, детскую качая колыбель, мой юный слух напевами пленила. И межпелен оставила свирель, которую сама заворожила. Арина Родионовна до последнего дыхания сердечно любила Пушкина. Александр Сергеевич, я получила ваше письмо и деньги за все ваши милости Я вам всем сердцем благодарна. Приезжай, мой ангел, к нам в Михайловское. Всех лошадей на дорогу выставлю. Я, слава Богу, здорова. Целую ваши ручки и остаюсь у вас многолюбящая няня ваша Арина Родионовна. Арина Родионовна Счастлив тот ребенок, чей мир сна сопровождался такими напевными словами, полными любви, печальной ласки. Уже в колыбели ребенок испытывает первое движение души к родному человеку, Я жалею, берегу, дружочку, ту плакать не верю. А стало быть, и к родине. Ты не плачь, ко ни о чем, да, живешь с матерью, с отцом, баю-баю, Васеньку бай, баю-баю, да побаю, да Васе песню я напеваю, баю-баю, Васю бай, баю-баю, Васю бай.